Здравствуйте, уважаемые зрители канала Промо Пульт. Сегодня мы с вами поговорим про медийные компании в Яндекс Директ. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Сурина Ольга, я аккаунт-менеджер в диджитал-агентстве Медиагуру. Сегодня я хочу вам рассказать про медийные компании в Яндекс Директ. Медийка в два клика – это вообще возможно? Какие есть стратегии, условия показов, как сформировать профиль пользователей, как оценить медийный эффект и поговорим также с вами про медийно-контекстный баннер. Давайте начнем с самого начала. Определимся, что такое медийка, зачем и почему. Часто идет какое-то непонимание, что такое медийка – это охват, перформанс, какие цели она преследует. Есть простой ответ, который готов уже заранее. С помощью медийной рекламы мы можем выполнить следующие цели бизнеса – повысить узнаваемость, донести до целевой аудитории позиционирование бренда, масштабировать бизнес, информировать аудиторию, расширяться. И если задачи бизнеса перекликаются с тем, что я сейчас перечислила, то медийка, конечно, это то, что вам нужно. Чтобы сформировать более точное понимание, для чего нам нужна медийка, обратимся с вами к воронке продаж. Медийная реклама работает преимущественно на верхней части воронки для того, чтобы проинформировать и сформировать спрос. Далее на нижней части воронки мы обрабатываем ранее сформированный спрос с помощью контекстной, таргетированной рекламы или ремаркетинга. Но первоначально, чтобы этот спрос появился, конечно, нужно задействовать какие-то медийные инструменты. Традиционная медийная закупка, которая была ранее, состояла из множества шагов. Начиная от выбора площадок, запроса цен, составление медиаплана, согласование медиаплана, резервирование площадок и так далее. Занимало очень много времени, сил и ресурсов. Что же сейчас? А сейчас действительно у нас медийка в два клика. Мы нажимаем в Яндекс Директе «Создать компанию» и нажимаем «Медийная компания». И все, и переходим в настройки медийной компании. В чем кардинальное отличие традиционной медийной закупки от той, о которой сейчас рассказываю я? Если говорить о традиционной медийной закупке, то мы показываем объявление всем посетителям и не только целевой аудитории. В случае с программатик рекламы мы закупаем именно аудиторию, то есть применяем такой вид медийной рекламы, когда мы покупаем не определенное место, как в традиционной медийной рекламе, а показ баннера определенному типу пользователей с каким-то набором демографических данных или с каким-то набором интересов. Откуда берется информация об аудитории, казалось бы? На самом деле Яндекс, Гугл и любая система, она в себе хранит множество информации о нас. В том числе язык, интерфейс, регион, те какие-то поисковые запросы, которые мы делаем, те страницы сайтов, которые мы посещаем. На основе всей этой накопленной информации он формирует профиль пользователей, чтобы потом показывать релевантную и интересную нам рекламу. Давайте немного поговорим про стратегию показов сразу, чтобы понимать, по какой системе будет происходить закупка. У нас есть в настройках возможность выбрать бюджетные ориентиры на определенный период или указать бюджет еженедельно. При этом дневной бюджет, как и в обычной стандартной рекламе в Яндекс.Директе, должен быть не менее 300 рублей. То есть, если вы хотите закупить рекламу на 7 дней, то вам нужно указать бюджет не менее 2100 рублей. Еженедельно вы можете, опять же, указать не менее 300 рублей. При этом прогнозатор будет вам показывать, сколько вы получите охвата и какую примерно ставку нужно задать, чтобы получить больше охвата. Стратегия показов у нас бывает трех типов. Это ручное управление ставками, нацеленное на максимальное количество показов в рамках заданного бюджета. Снижение цены повторных заказов, особенно касается каких-то брендовых задач, задач на узнаваемость, когда важно не только первично прокоммуницировать с пользователем, но и важны повторные контакты. Именно эта стратегия показов подойдет лучше всего. И максимум показов по минимальной цене, когда задача максимизировать охват, который мы хотим получить, то лучше использовать эту стратегию. Условия показов. Немаловажный фактор. Я уже сказала про то, что закупка происходит аудиторным способом. То есть, мы должны сами составить, скомбинировать те профили пользователей, на которые мы хотим таргетироваться. У нас есть два варианта, как мы будем таргетироваться, какое мы условие показа выберем. Это профили пользователей, это какие-то поведенческие признаки, интересы, возможно, семейное положение и даже профессию мы можем указать. Можем таргетироваться на основе каких-то собственных сегментов из Яндекс.Аудитории, Яндекс.Метрики. При этом корректировки вставок в случае с работой с профилями у нас доступны только для устройств. Если мы говорим о ключевых запросах, то мы вводим какой-то набор ключевых релевантных запросов, которые определяют тематику площадок и интересы пользователей. И с помощью корректировок мы сможем регулировать показ той или иной целевой аудитории по полу, возрасту устройства. Как это выглядит в интерфейсе? На самом деле очень юзабильно и просто и понятно. У нас есть различные параметры. При раскрытии мы видим еще больше информации по каким-то критериям, которые хотим рассмотреть. И таким образом мы можем комбинировать тот профиль пользователей, который нам будет интересен. Если говорить о ключевых запросах, мы переключаемся на условия показа по ключевым запросам. Вводим какие-то релевантные запросы, которые возможно использовали даже ранее в контекстной рекламе, если у вас уже есть какая-то накопленная статистика. Можем воспользоваться подсказками, которые нам предлагает Яндекс. И с помощью такого способа, например, сформировать наш таргетинг. Как рассчитать охват? Как понять, сколько мы охватим пользователей с помощью того таргетинга, который определили? После того, как мы применяем тот или иной интерес, система самостоятельно пересчитывает, учитывая то геоположение, которое мы задали, и показывает нам тот прогноз охвата за 7 дней, который мы получим. Как сформировать портрет пользователя? Скорее всего возник у вас вопрос, потому что там было очень много различных показателей, параметров, которые надо, возможно, как-то скомбинировать или выбрать что-то одно. Есть простой вариант. Мы идем, например, в отчеты Яндекс.Метрики по долгосрочным интересам, где мы можем увидеть те интересы пользователей, которые были на нашем сайте. При этом, если у вас настроены цели, мы можем отфильтровать именно по достижению каких-то целях, по конверсии с разных интересов, по указанной цели и увидеть не только интересы всех пользователей, но увидеть интересы именно тех пользователей, которые с наибольшей частотой выполняют целевые действия у нас на сайте. В Google Аналитике все примерно аналогично. Там единственная разница в том, что отчет рассегментирован на несколько категорий. Это сегмент аудитории по интересам и сегмент аудитории, которые присутствуют на рынке, и также есть другие категории. В случае, если у вас настроены цели, подключена электронная торговля, опять же, вы можете отфильтровать и увидеть ситуацию по различным интересам в разрезе именно перформанс задач вашего бизнеса. И нестандартный способ. Если у вас есть сформированная готовая база, например, email адресов клиентов, которые вам интересны, которые, возможно, ранее осуществляли какие-то целевые действия, вы можете загрузить в Яндекс.Аудитории. Система обработает ваш список и сформирует интересы пользователей и те категории, на которые можно подразделить тот список, который вы ему дали. Про креативы. Креативов, которыми мы можем воспользоваться, очень много именно формата. При этом часто пугает, что создание креативов – это такой кропотливый сложный труд, которому нужно привлекать дизайнеров. Но Яндекс об этом позаботился, предоставив нам конструктор креатива, где есть у нас стандартные шаблоны, на основе которых мы можем сгенерировать свой креатив достаточно быстро и просто. Либо же у нас есть даже идеи креатива, где мы можем, например, указать свой домен, и Яндекс нам подскажет, какого же формата креатива, как они должны выглядеть, чтобы быть наиболее интересными пользователю. Если мы проваливаемся непосредственно в конструктор, то мы можем регулировать цвет заливки, цвет рамки, добавить какой-то собственный файл на подложку и выбрать какие-то, возможно, отсечь какие-то форматы, которые мы не хотим использовать, или наоборот, воспользоваться всеми форматами для расширения охвата. Как отслеживать показы, как отслеживать медийку, потому что с контекстом все понятно. У нас есть цели, человек зашел на сайт, он либо выполнил, либо не выполнил. Мы можем как-то посмотреть его поведение на нашем сайте. В случае с медийкой большинство контактов с пользователем происходит посредством показа, и это замерить уже сложнее. Для этого у нас есть пиксель, который позволяет работать с аудиторией именно медийной рекламы. Он собирает анонимные идентификаторы пользователя, которые видели наш баннер, используя последствия данные, которые у нас будут накоплены, мы можем даже настраивать различные условия показа, то есть таргетироваться на ту аудиторию, которую мы собрали. Но надо понимать, что пиксель Яндекса аудитории не предоставляет нам полномасштабного функционала. О чем я говорю? Возвращаясь к разговору о том, как мы оцениваем медийный эффект, у нас какие-то стандартные фараметры по показам, кликам, кликабельности объявлений, сколько мы потратили, и можем даже проанализировать тот факт, если люди все-таки переходили на наш сайт, как они там себя вели. Но достаточно ли это, чтобы проанализировать, каков же был медийный эффект? Нет, конечно нет. Для того, чтобы проанализировать медийный эффект, нам нужно выделить с вами два сегмента и сравнить тех, кто видел нашу медийную рекламу и не видел нашу медийную рекламу. И, к сожалению, пиксель, например, Яндекса аудитории не может нам предоставить такого формата анализы. Поэтому рекомендую все-таки использовать и специальные платформы, например, AdFox, которые может нам предоставить расширенные инструменты для аналитики именно медийных компаний. Ну и в конце давайте все-таки затронем еще и медийно-контекстный баннер, так как это тоже медийный формат, который, опять же, запускается в два клика. Мы выбираем создать компанию, выбираем баннер на поиске. После этого нам нужно сформировать с вами список ключевых запросов, по которым мы хотим таргетироваться. Система, в принципе, аналогична таргетингу в RCA, например. И мы будем показываться справа в блоке при рекламной выдаче, при совпадении поискового запроса с теми ключевыми запросами, которые мы выбрали. Ну и давайте подведем итог. Что же мы получили с помощью тех обновлений, которые в последнее время привнес нам Яндекс? У нас теперь есть единое окно для решения, в принципе, всех наших задач. Мы с помощью единого окна интерфейса Яндекс Директа можем запускать теперь не только контекстную рекламу, не только какие-то ремаркетинговые инструменты, как смарт-баннеры или ретаргетинговые компании, но мы можем запускать в том числе и медийную рекламу. И при этом интерфейс настолько юзабилен и удобен, что запуск будет очень прост. И мы с вами вначале говорили о сложностях традиционной медийной закупки. Я надеюсь, вы оценили все преимущества аудиторной закупки, которую предлагает Яндекс. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если у вас будут вопросы, оставляйте их в комментариях под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok